Доброе утро! С вами Авьер Станкевич. Сегодня у нас 33 каст из серии «Завтрак с Библией». Буквально несколько дней назад я был на съемках одной из передач телеканала Тибен Россия, и Виктория Никитина сказала одну очень интересную вещь на телеканале, что я взял время принять и понять то, что единственный грех, который вменяется человеку на сегодняшний день Богом, это неверие в Бога. В принципе, я это раньше понимал, исходя из Писания, но вот насколько важным моментом оказалось то, что понимание этого является основополагающим фактором. Смотрите, на самом деле Иисус взял на крест все грехи всего человечества, и не только верующих в Него людей, но и неверующих тоже. То есть, я сегодня об этом буду говорить на проповеди, когда будут сегодняшние вечерние служения, как раз буду в более подробном виде об этом говорить, но буквально пару слов об этом понимании. Вот смотрите, Евангелие от Иоанна. Мы помним, что Иоанн был любимым учеником Иисуса, и он провел с ним все три года. И в третьей главе Евангелия от Иоанна знаменитые стихи о том, что Господь так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо послал Бог Сына Своего в мир, не чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И дальше написано, очень важно, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть фактически получается, что суд, он заранее спланирован таким образом, что если человек уверует в то, что это жертва праведная, жертва искупляющая, и что Иисус – это человек, именем которого мы можем спастись, единственным именем, которым мы можем спастись, то в этот момент все его грехи, они смываются, стираются. То есть, как написано в Исаии, как снег убеляется, вся биография человека. Понятно, что они никуда не деваются, грех он остается, но Иисус взял его на себя уже заранее, до того, как мы поверили в Него. И в том же Евангелии от Иоанна, в 16 главе, стих 7 по фактически 11, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я ушел». Это слова Иисуса и его ученикам. «Чтобы я ушел, ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». «Он придя» – вот здесь очень важные стихи. «Он придя в мир, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И дальше очень важный, самый важный, я считаю, стих «О грехе, что не веруют в меня». Здесь не говорится ни о грехе чревоугодия, ни о каком-нибудь другом грехе. Есть единственный грех – о грехе, что не веруют в меня. Второе – о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. То есть, на земле в один и тот же момент не может быть и Мессия, и Святой Дух. То есть, уйдя с земли, Мессия присылает сюда Святого Духа. И третье – о суде, что князь мира сего осужден. То есть, в данном стихе, не вдаваясь в большую глубокую технологию, я вижу вот что. Первое – что Мессия здесь был, что он искупил все грехи человечества, и ему надлежит вернуться обратно к Отцу для того, чтобы утешитель, то есть, параклетос, да, или как его называют на греческом языке, пришел сюда вместо него, потому что две сущности не могут находиться одномоментно на земле. Второе – будет обличение. Обличение будет о грехе. И грех единственный, который нам вменяется, и в данном случае в Евангелии от Иоанна, это написано дважды, что нет веры в Иисуса как в искупительную жертву. И те, кто не верят в Иисуса как в искупительную жертву, что мне грехи простились, но я должен принять Иисуса в сердце своем и исповедовать его устами своими, и быть крещенным, как написано, то есть, ну, быть омытым водой во имя Отца и Сына и Святого Духа, и быть крещенным Духом Святым – это и есть доказательство того, что я с Иисусом, и Иисус со мной через Духа Святого. Возможно, это теологически сейчас кажется очень сложным, но на самом деле так оно и есть. Единственный грех, который вменяется человеку, любому, верующему, неверующему, то есть, ну, будем так говорить, верующему уже не вменяется, а неверующему на момент, на сегодняшний момент, вменяется единственный грех – это неверие в Иисуса Христа. И поэтому, как бы, сегодня обличать людей в других грехах – это, ну, по меньшей мере, бесполезно, потому что человек, принявший Иисуса Христа и будучи крещенным Духом Святым, и являющимся в своем теле дворцом, да, или храмом Духа Святого, не может быть грешником. То есть, фактически, Иисус заранее за каждого грешника, который сегодня, и неверующего человека, взял грехи его на себя, и в тот момент, когда он верует в Иисуса Христа, он начинает биографию с чистого листа. Вот это осознание, оно действительно было очень такое глубокое, и меня очень коснулось, по крайней мере. Ну, вот все, что я хотел вам сегодня сказать, остальное сегодня буду говорить на проповеди. Приходите, кто живет в Израиле, кто знает, где мы собираемся, приходите и поговорим на эту тему. С вами был Авер Станкевич, и завтра из Библии, сегодня 33-й каст, приходите завтра, и будем говорить еще о том, что Господь положил на сердце прямо с утра, на завтрак из Библии. Пока!